Добрый, добрый, добрый день всем еще раз. Ну что у нас? Матч между командой Virtus.pro и командой Ninja в пижамах. На данный момент Virtus.pro уже имеет в своем активе одну победу. Теперь они будут сражаться за второй матч, выигранный в данном противостоянии Best of 2. Ну и Ninja в пижамах. Что-то надо предоставить своим оппонентам, потому что смотрелись в прошлой игре они просто несчастны. То ли ВП настолько сильны, то ли НИПы настолько слабы, что все это выглядело, ну, не очень. То есть игра была в одну калитку, было понятно, что у Virtus.pro намного сильнее, там с Иллиданом нечего было делать. В принципе, 13-0 закончил Иллидан за 15 минут. По-моему, перебор полнейший. Ну так что НИПы лучше бы подсобрались. Ну глянем, может быть действительно тут не неудачная игра от команды НИП, а достаточно мощное состояние и достаточно мощная подготовка от команды Virtus.pro. Сейчас узнаем. Virtus.pro забрали себе Тренд Протектора, забрали Баунти Хантера Бристалбека, Винтер Виверн для команды Virtus.pro и Лешрак также в пике ВП. Кто будет для Иллидана? Я даже боюсь понять здесь. Лешрак что ли? Фобос забирает себе Баунти Хантера, Лилл. Это Винтер Виверн. Год берет Бристалбека, значит Иллидан будет на Лешраке у нас. Сколько не видел таких Лешраков, все провальные. Все как один. Может быть можно будет что-нибудь поменять в этой схеме, сложившейся в моем сознании. Надеюсь. Эра забирает себе Гирокоптера. Силкит будет играть на Рубике, Хэнскин на Лине. Пак для Йонаса Фана в сложную и... Нет, точнее пак не для Йонаса Фана, пак для Лимпа. Силкит на Рубике, Йонасом Фан на Аксе в сложную. Эра будет играть на Гирокоптере и Хэнскин будет играть на Лине. Со стороны команды Виртус Про. Фобос забирает себе Баунти Хантера. Винтер Виверн будет для Лила. ФНГ будет играть на Тренд Протекторе. Лешрак для Элидана и... И все. И все. И год на Бристлбеке. Год на Бристлбеке отправляется даже не поймешь куда сразу. Скорее всего в сложную, в соло отправится год. Тоже не привыкать вот куда Лешрак отправится. Элидан в принципе мидлейн может на Лешраке постоять. Это самая комфортная, по-моему, линия для Лешрака. Еще и Кири Лешрака. Что, Фобоса ловят у нас. Лайтстракеры под ноги неудачный. Не договорился здесь Силкит вместе с Хэнскином. Ну, потому что ближе друг к другу ходить и не выдумывать. Никуда назад у нас не забрасывать никого. Лайтстракеры давать ровно в точку, с которой поднялась фигура персонажа. Эру видят. Эру могут попытаться здесь забрать. А вот Эра никого не видит. Сплитеос не дает здесь Элидан. Почему засловили у нас Эру? Где Сплитеос Элидан? Что происходит? Винтер Виверт продамажила очень неплохо. Эру, скорее всего, здесь заберут. Эра на лоу ХП. Ну и Хэнски на лоу ХП. И ФБ забирает у нас команда Виртус Про. Наполучал Фобос, но это не критично. Два фрага делает команда Виртус Про на первой минуте. Только-только вышли крипы. Крипы уже. И левел тебе, пожалуйста, дополнительный. И дополнительные деньги. И 2-0 счет по фрагам. По золоту команда Виртус Про выигрывает 800. По экспириенсу где-то 300 в пользу Виртус Про Полар. Гот на мидлейне. На Бристлбеке против Пака. Я такого на самом деле еще не видел. Чтобы Брист у нас в соло стоял мидлейн. Это прям что-то с чем-то. Команда Виртус Про... Вообще, я смотрю, самые... Аааа... Самые... Как же это слово, а? Самые спорные, наверное, да. Самые спорные комбинации отрабатывает на команде НИП. Потому что не ощущает, видимо, в них какого-то серьезного соперника, который их наказать может за Бристлбека в мидлейне. Но проверят как раз. Работает, не работает. Может быть, не работает в принципе. И НИП эту катку смогут и затащить даже. Но прошлая игра показала, что Виртус Про намного мощнее. И гораздо более подготовлены к данному матчу. ФНГ, или Дан, и Лил на Винтер Виверн. Трипла у команды Виртус Про достаточно неплохая. Во-первых, два чудовищно крутых хиллера. Это Тренд Протектор и это Винтер Виверн. Кто знает, кто не знает. Бросил в колбу и пошла. Хиллочка с 6% на четвертом уровне. 6% в секунду. Короче говоря, очень много может отхилить Лил. Плюс подсейвить своего тиммейта. Ну и, конечно же, Тренд Протектор. Ливен Гармор. Не будем об этом забывать. Сейчас пора уже выкачнуть. Ну-ка, ну-ка. Все, Ливен Гармор у ФНГ есть. Поэтому не только своим тиммейтам на лайне, но и по всей карте сможет помочь, если что у нас ФНГ. Фобос на Йонасом Фана. Прилетает сюда Иллидан. Резанул Йонасом Фана. Четвертого левела Акс. Фобос у нас третьего левела. И просто бежит и бьет по горбу Акса. Не сказать, что сильно больно Йонасом Фана. Он и агрить на себя не собирается. Фобоса в принципе это смысла никакого не принесет. Главное... Баттлхангер бросил на Фобоса. Баттлхангер первого левела. Еще и такой удачный подарок для баунти. Своего добил. Баунти Хантерс себя сбросил. Ну что? По голде ВП выигрывают 700. По экспириенсу проигрывают 200. Я думаю, это за счет триплы, за счет перемещений. Немного на лайнах стоит. Вот теперь Фобос еще пошел гулять до этого. Иллидан. Формил на топе А2 Саппорт. А там то рядом были, то где-то подальше. Ну что, Иллидана в соло отправят что ли? Или как? Виверна вниз перемещается. Лил должен помогать Иллидану. Так, замес у нас на медлейне. Года ловят. Год на лоу хп. Но Год продолжает жить. Фейтбол по нему. Год на 15 хп. И под фейтбол дом. И вот здесь вот Йонасом Фану поджечь бы. Года не получилось. Йонасом Фан. Бесеркер кол. 15 хп. Та же история. Долетит ли Лил? Не долетает. Хэнскин. Ой, Фобос точнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Йонасом Фан, что ты чудишь? Отдается, видимо, крипам. Получилось. Причем еще и крутанулся. Еще и Фобосу по щам съездил топором. Да, Аксу правильно здесь поступил. Ясен пить, что на перерез шел. Здесь Фобос. Никуда бы ему не отпускал. Там любой удар, тем более Джинанда, тем более из Инвиза. Да и без Инвиза. Понятное дело, что Акса развалили бы. Полторы тысячи по голоде Виртус Про. По Экспириенсу 800 тоже для команды Виртус Про Полар. Выигрывают неплохо. Лимф. Так, давайте по Нетворцу. Ой, по Крипстату. Как-то я забыл вообще о таком понятии. 21 Крип на счету года. 20 на 9 у нас идет Эра на Гирокоптере. Дальше Иллидан 20 на 5. И Йонасом Фан 14 на 2. За ним уже Лимфы, остальные все меньше 10. Лузеры. ВП по голде 1600. По Экспириенсу почти 1000 для Виртус Про. Так, у нас Фобос пошел нарезать Йонасом Фана. Уже здесь его нашел. Йонасом Фан переместился вообще на другую линию. Этот Фобос просто надоедливый. Отправился за ним теперь на топ-лейн. И опять же будет резать. И опять достанет. И еще один удар на 100. И Фобос дальше режет. И Берсиар Киркол если что есть у Йонасом Фана. Но здесь ФНГ через Ливенг Армор подсейвит Фобоса в любом случае. Семечка пошла у нас Йонасом Фана. Начали ковырять у нас Акса. Акса агрит на себя просто, чтобы меньше дэмэджа впитывать. Йонасом Фан у нас по табору ходит. Ну что, танкует ФНГ. Лич сит не скоро тут. Поэтому Йонасом Фана вдвоем закрывает. Все, деревья закончились. У Йонасом Фана Фобос третий килл делает у нас. В это время еще и Эра у нас на агребалтере. Лидана 6-0. Становится счет. Ой, как попахивает прошлым матчем. И Лидан, правда, тут не самый серьезный убийца. Тут Фобос за все отвечает. У Фобоса на Баунти Хантере 3 на 0. Бристлбэк идет 1-0. Гот за лимпом. Ну и все, лимп уходит отсюда. На нем два квиллспрея было. Поэтому еще раз и Гот убил бы у нас мидера. И нормально же Гот стоит на миде. И можно Бристлбэком стоять против Пака. Может потому, что против лимпа можно. Хотя лимп, ну не самый деревянный герой на европейской сцене. Не самый деревянный игрок, точнее. Да и не Пынь, не самая слабая команда. Значит, может Бристлбэк стоять. Пускай это будет Бристлбэк от года. Но Бристлбэк от года, значит, может стоять на Мидлейне. Без какой-то особенной помощи. Ну да, тут Тренд Протектор разве что может помогать. И безусловно помогает. Но сам факт, сам факт. Бристлбэк на шестой минуте уже шестой левел. Уже Гот может со своим Нетворсом. С нормальными более-менее артефактами. Пожалуйста, Нетворс первый у Гота. Первый. У нас тут ходит всех Фобос убивает. Гот один фраг всего сделал. И на первом месте Виверн забирает здесь Герокоптера. Через... Нет, нет. Да, через осколки все-таки развалили у нас. Еще один килл от Фобоса. Подняли Лила. Силкид пытается по нему наваливать. Ну и что? И стоит хилит себя Лил. И дальше за Силкидом. И Силкид тоже в таверну. 9-0. Пак на Мидлейне разваливается. Гот его убивает. 10-0. Где этот еще раз Оуныч? А теперь он более чем заметен. Году надо отдаваться хотя бы кому-то на тебе по голове. Йонасом Фан сразу же, моментально, через Каллинг Блейд разбил башку Бристалбеку. И тут зазвенело так зазвенело. Ну ждали здесь Бристал. Йонасом Фан по золоту поднялся неплохо. 650 голды. Плюс экспириенса 580. Классно все для Йонасом Фана. 7-й левел, почти 8-й. Приходил 6-м. Лил 4-й левел. Лилу бы 6-ю получить. Было бы вообще неплохо. Лишрак уже с пульс новой. Есть у Иллидана 3-й штурм. Даже 4-й штурм ланит. Ну что, Иллидан, будет ли житель развалит его? Силкит на лоу хп. Силкита убивает здесь Лил. Лил отсюда отходит. Эра, скорее всего, разваливает Виверну. Да, 2 в 1 подрались. Тут Нипы заработали ой-ой-ой, как много. 1350 зарабатывает команда Нип по золоту и 1100 по экспириенсу. Это все за двух героев команды Virtus.pro. Тех, кто... Кто, по сути, умирать был, не должен. Лишрак играет... Ой, Лишрак. Иллидан играет у нас на фармящем Лишраке. Ему вообще не надо умирать. Он просто должен стоять и зарабатывать денежки. Ну а так, по факту, Иллидан просто подфилил. Эра уходит на собственный фонтан. Так, пошел у нас файт от команды Virtus.pro. Под вражеским Т1. Ловят у нас Силкида. Силкид 100% здесь умрет. Еще и Лимпа должны расковырять. Все, Силкид уже в таверне. У Лимпа фейс через 3 секунды. Все, Лимпа оставили в покое, вышли на Тауэр. И как подходить, непонятно. Хилка от Лила. Колба прям крутейший спелл. А Ливинг Армор от ФНГ третьего левела. Лич Сид есть. Что делать, тоже неясно. Просто, просто крип здесь может уже благодаря Виверне танковать. И вообще не критично. ХП не уходит. Бей, не хочу его. Физ дамаг не проходит вообще. Просто стой себе, хилься. Виверна, конечно, сама по себе дикая. Как персонаж я, к слову, ни разу за последнее время не видел, чтобы команда с Винтерд Виверн выигрывала матчи. Судя по счету, это будет мой первый раз. И, ну да, в принципе, золото, Экспа, Ливела, Нетворс. Слева вы видите три первых места в чью пользу, на чьем счету. Тут все близится к победе. Команда Virtus.pro может даже такой же разгромной, как прошлая игра. А может и хуже вообще. А может и лучше. Для команды НИП. Эру. Должны ловить Фобос. Дает трек по Эре. Лич сит, если что, есть. Пошла семечка у нас в Эру. Эра подхиливает Фобоса. Фобоса выхиливает. Здесь в итоге Виверна. ФНГ. Дай Ливинг Армор перед смертью. Или на себя юзни. На себя юзает ФНГ Ливинг Армор. И как его пробить, хрен знает вообще. Умирает, правда, все-таки Виверна. Умирает здесь Баунти Хантер. Но в итоге ФНГ остался жив. И очень много дэмэджа внесли все игроки команды Virtus.pro. Два в два подрались. В плюс для ВП потеряли саппорта. И потеряли еще одного. Ну, в принципе, Роум. Роум. Даже не знаю, кого Роум. Саппорт или... Просто Роум героя. Вразмен на мейнкерри Гирокоптера забрали. И Лину забрали. Акс покупает себе Даггер. 11-ая минута. Йонасом Фан с Даггером. Тайминг хороший, добротный такой. Гирокоптер с Рейсбендом, Брасером, Фейсбудцами. Укрепляется эра, потому что непросто здесь ему совершенно. В это время Пака развалили на мидлейне. А что с Паком происходит? Почему Пак такой деревянный? Или да, она размазала просто под колдауном. Дальше Файт, ФНГ, Овергроус по-троим. Ну и Год пошел наваливать. Даблкилл уже у нас от Года. Дальше за Йонасом Фаном, а там сзади еще и Силкид. Да здесь Рэмпэдж вообще может быть. Триплкилл уже от Года. За Силкидом еще один Квилл Спрей. Да что ж ты за Баунти Хантер такой. Дай Году хоть поиграться немножко. Эра уже с двумя Гу. Наплевали здесь на Эру. Еще один Квилл Спрей от Года. Хэн Скина можно загонять. У Хэн Скина нет Лагуна Блейда. У него нет шестого левела. В принципе Год мог подойти. Но Год решил сначала Ван Гвард, потом все остальное. Ай-яй-яй. Год тоже у нас скорее всего пошел сюда покупать Ринг оф Хеллс. Я вот почти уверен, что точно так же Год, как я, Плужу, подходит к Секрет Шопам и там Ринг оф Хеллс пытается. Да, он мог. Есть, конечно, вероятность, что он зашел сюда. Чтобы его вне зоны Вижена, всех, кто будет на лоу-граунде, похилила Вивена. Но может быть совершенно не так. Ну что, Хэн Скина у нас поймали. Сплитерс от Иллидана. Очень даже неплохой Хэн Скин под треком. И выживает в итоге. В итоге Лишрака у нас развалили. Иллидан начал фидить. 800 голды с него подняли, 800 экспириенса. ФНГ в инвизи под хостой. Семечка пошла у нас в силкидов. Фобос должен его забирать. Овергросс пошел у нас от ФНГ. Вдвоем слились игроки команды Виртуз Про. Ну и Год пошел наваливать. По спине одному второму. Рубика развалили. Эра, скорее всего, не улетает. Квилл Спрей еще один удар. Даблкилл от Года в этом файте. У Года уже 9-1-3. Год уже начинает чудеса просто творить. Вот, пожалуйста, это Бристл Бэк, который на мидлейне. Это работает. Это работает, как и любой герой на мидлейне. Он должен быть богатым, должен быть с большим левелом. Должен быть супер вообще убойным. Примерно так Год и ведет себя. Монстр килл от Года. Ну и дальше за Лимпом вообще ничего не боится Год. Пошел плевать по силкиду. Окей, тут будет иллюзориорб, я переключусь на твоего друга. Силкида должен разваливать. Мувспейт 472, здесь 260. Ну, понятно, что силкиду некуда деваться. Еще один квилл Спрей и гадлайк уже от Года. Даблкилл в этом файте кое-как отсюда ушел Лимп. И то по-быстрому купить себе ТПшку и попытаться свалить отсюда. Лимп, кстати, может у нас и отъехать еще. Пошел наплевать по Лимпу здесь лил. Лимпа видят. Маны на ТП. Аут нет. Что делать? Непонятно, как Виверна. Летай высоко, бей сильно. Сейчас Виверна полетит. Все, закончилось. Все, Лимпа увидели. Лимпа просветили. Лимп пытается сделать ТП... Ай-яй-яй, Кокоса! Лил, что за... Как так получилось вообще? Странно, странно, странно. Очень даже странно. 22-10. 14 минут сыграно. По золоту. 10 тысяч ВП. По экспириенсу. 3 с половиной. Виртус Про. Как же вчера команда не плакала. Во время этого матча. Я даже боюсь представить. Поднимает у нас Года. Года увидели. Год против троих. В Года все, что можно ввалить, вваливают. И Лагуна Блейд в Года. И Году плевать на Лагуна Блейд. Год дальше файтится. Год еще живет. Наконец-то убили нас Года. Бион Гадлайк он сделал. Подарил. 942 голды Аксу. Приморозил нас Лил. Своего оппонента Йонасом Фана будут разваливать. Йонасом Фан на лоу ХП. Под треком. Даблкилл от Иридана. 26-12. Байбэк от Акса. Куда ты родной? Дальше у нас погоня за Эрой. Пульс снова. Трек на Эре есть. Кулдаун пошел от него. Эра умирает. Иридана будет пытаться Йонасом Фан. В итоге забить триплкилл в этом файте. И по-моему все было с треками. Потому что деньжищ тут 100% в команде ВП капнуло очень много. И никуда ВП не собираются. Или да. На лоу ХП наконец-то его добили. Йонасом Фан добивает у нас в итоге еще и Фобоса. И погоня за Лилом. И Лил не дадут отсюда уйти. Ой какой дикий хил пошел. Вот для Виверны. Все. Артик Берн включил у нас Лил. Но Лил отсюда не уйдет. Даблкилл от Йонасом Фана. Да, тут по голде конечно Нипы поднялись очень жестко. Но здесь Год. Здесь Год все на место поставит. Непонятно вообще что делать. Плевок пошел Йонасом Фана. Года застопили. Хэндскин. Теперь ты будешь попадать за своего друга. Я так понимаю. Да, Год пошел у нас уже за Хэндскином. Где? Ну ты же знаешь, что где-то здесь не выходит Хэндскин. Эра подходит и Году уже надо отсюда бежать. Да, по итогу файтов в плюсе конечно Нипы. Потому что для них все подороже. Года ловят. Год разрывает связь. Избегает. Кстати, кулдауна и все правильно Год делает. Ничего Бристалбеку в принципе здесь сильного сделать не могут. Кримзон Гвард у него есть. Пауэртретс есть. 1730. ХП. ХП Реген тоже высокий. Дэмэджа куча. Бронил. Жесть как много. Тем более спина и бока Бристалбека. Ну и все. Фобос пошел наваливать. Пуэри. Ловит Йонасом Фана. Ловит Эру. Треки на трех из четырех висят. Бегают все быстро. Оверголз у нас от ФНГ. В таверну отправляется Эра. Тут 100%. Эра отсюда не уйдет. Агрит на себя всех. Йонасом Фан. Виверна. Приморозила у нас. Йонасом Фана. Йонасом Фан в таверну. 2 в 2 драка. Даблкил от Года. Год продолжает веселиться. 14-2-7. Только-только его на место поставили. Год вернулся. Год готов дальше драться. Год готов драться целый год. Ха-ха. Какая шутка. Что делать команде Virtus.pro? Заходить на хайграунд. В принципе Т2 внизу стоит. Т2 на мидлейне стоит. А топ подпушен. Году бояться нечего. Года еще и Худ оф Дефенс появляется. То есть у Бреста будет Худ. После этого Пайп. У Бреста есть Кримзон Гвард. Физ Дэмэдж. Мэджик Дэмэдж. Все это будет в достаточном количестве. Для команды Virtus.pro можно заходить вообще не переживая ни за что. 11 тысяч золота в ЭПМ. И по экспириенсу 4 с лишним тоже в пользу команды Virtus.pro. Бреста уходит. Год увидел или год почувствовал. Я так и не понял. Вроде под смоком шла команда НИП. Ну на всякий случай решил уйти отсюда и правильно сделал. Очень даже правильно. Что осталось? Осталась Хедреска. В принципе она готова уже и рецепт за 800 приобрести Брестлбеку. Вообще по вещам давайте пробежимся. Или у нас файт на Рохи. Если будет файт на Рохи переключимся. Если нет то давайте по шмоткам. Начнем у нас с НИПов. Блэйдмейл и Даггер есть у Акца. У Рубика. Ничего до Даггера совсем чуть-чуть осталось. Там слышите да? Как смачно насмесят Роху. И плюют, и брызгают, и бьют с руки. Айгис для Лишрака. Потому что есть уже Бладстоун. И чтобы не сливать просто-напросто заряды. Года и так попробуй убей. Года кстати через 250. По золоту появится Пайп оф инсайд. Увидели Эру. Плевок в него. Кулдаун не самая страшная вещь. И Эра умирает. Эра умирает. Еще и кучу денег дает всем. Потому что умирает по трекам. У Фобоса трек пока что первого левела. Ну это вот-вот уже. Видите что тут по левелу. В принципе сейчас Фобос уже берет 11 и трек второго левела. Денег еще больше. Сколько? Дополнительное золото себе. 275. Союзникам 100. Ну что? ВП заходят на хэграунд. 12500 золота. 5000 экспа. Что делать с Годом непонятно. Два раза его убили. И при этом 15 фрагов сделал у нас мидлейновый Бристлбэк. Это работает. В пабы конечно не пускайте. Но это работает. На данном уровне так точно. Вот в силу превосходства скиллового одной команды над другой. Это прям великолепно работает. Быстро, четко, все как-то легко очень дается команде Virtus.pro. Хотя еще раз повторюсь. Нипы это не рахиты из канавы, которые пришли за компьютер и просто бьются головой о клавиатуру. Ничего подобного. Это толковые ребята, которые играли в топ-коллективах. Которые сами являются топ-коллективом. Ну что? Кулдаун у нас по четверим. Кулдаун офигенный. Кулдаун офигенный. Йонасом Фан, кстати, на лоу хп Йонасом Фан догорает. Баунти Хантера тоже забрали. Год пошел настреливать по эре. Доминейтинг у нас от Года. Виверна есть. Хиль Года. Лил, тебе делать больше в принципе нечего. Хиль Года. И Лидан решил у нас подхилить Лил. Ладно, Год и сам отхилится. Ничего, уже большой мальчик. 35-18. Почти в два раза. То есть там один фраг всего лишь разделяет команды. От того, чтобы ВП в два раза больше убивали. Мидлейна нет. 21 минута. История в принципе повторяется. Просто с задержкой на 5-6 минут. Там не было мидлейна. Топлейна точнее где-то... Ну, где-то на 15-е, на 16-е. Ну, сложно дается матч Непам. Видно, что ВП попластичнее оказались. Смогли перестроиться. Смогли переставить линии. Сделать с ваплайнами. Иллидана отправить вниз. А... Кого там? Баунти Хантер. Так пофиг вообще кого там. Иллидан по линиям гулял. И гулял не зря. По результату видно, что гулял не зря. Потому что... Во-первых, по фарму сейчас Иллидан у нас на втором месте. На первом год. Из-за убийств. Фобос на третьем месте. И только-только потом Йонасом Фан на четвертой позиции. ФНГ. Овергроуз по троим. Сразу по троим. Тут и Виверна уже своими осколками наваливает просто как дурная. Эра. Колдаун по Иллидану. Иллидан живет. Левенгармор на нем. 12 зарядов. Лимп. Должен отправляться в таверну. Лимпа не убивает. Гвардиан Грифс провязала команда ВП. У кого? У кого? У кого? У кого? У кого? У кого? У ФНГ уже Гвардиан Грифс есть. Вливают у нас в Иллидана еще и Лагуна Блейд. Иллидану пофиг. Иллидан отправляет в колбу. Иллидан живет. Йонасом Фан на лоу хп. Йонасом Фан каллинг Блейд так и не провязал. Ну еще один килл. И еще один килл. И эра где-то там гниет у нас. А это от года. Это у нас большие дяди вышли из клуба. Решили один на один разобраться. 4 в 0. Драка. 40 на 18. ГГ, ВП еще и капс локом. Хэнтскин тут просто осоловел от такого приема со стороны команды Virtus Pro. 2-0. По факту выигрывает команда Virtus Pro Polar. Выглядят они неплохо. На фоне Нипов вообще отлично смотрятся. Ну и ладно. Ну и окей. Главное не терять форму. Нарачивать, наращивать, наращивать. Впереди огромнейшие деньги. И кому их выигрывать? Как не нашим коллективам. Virtus Pro выигрывает 2-0. В рамках Dream League. Что, друзья. На сегодня. Каждый, кто зашел. У меня огромнейшая просьба. Если вы еще не успели подписаться, то скажите, пожалуйста, почему. Если вы успели подписаться, то скажите, пожалуйста, почему вы друга не привели и не подписали. Нам очень важны, это, конечно, шутка все, никакого принуждения. Просто нам крайне нужны и важны все возможные фоллоу, которые могут быть на нашем канале. Все дело в том, что мы выходим на официальный уровень. И для нас очень важно доверие со стороны организаторов. Чем больше людей нас поддерживает, тем больше, тем скорее будет этот процесс протекать. Тем скорее мы сможем на официальном уровне стримить серьезные турниры. Мне кажется, мы уже к этому готовы. И мы созрели до этого. С вашей помощью, я думаю, все получится. Ладно. На сегодня мы прекращаем трансляцию. Это была студия Горокам ТВ. Ну, как минимум, лайв. Может, чуть-чуть попозже запустим ребродкаст, записанный уже. Но в лайв режиме. Я с вами на сегодня прощаюсь. Это была студия Горокам. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. До скорой связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok